Всем доброе утро, ребята! Смотрите, какой подарок я обнаружила под ёлкой. Я проснулась раньше всех и увидела вот этот вот плоский такой большой коробок. Понятия не имею, что там. Наступил Новый год, и я так думаю, что к нам приходил Дед Мороз. Мы его проспали просто. Но это ещё не всё. Вот здесь за ёлочкой я нашла ещё один огромный коробок. Я так понимаю, там тоже подарок. Сейчас нужно идти, разбудить Ярославу, и будем открывать. Но за тот коробок, который за ёлкой, я ей ничего не буду говорить. Посмотрим, увидит она его или нет. Ярослава, Ярослава. Ярослава, просыпайся. Доброе утро. Ясь, я там под ёлкой какой-то коробок обнаружила. Идём смотреть? Доброе утро. Как думаешь, кто его оставил? Дед Мороз. Да? Ну что, ты проснулась уже? Да. Пойдём открывать. Мне не терпится посмотреть, что там внутри этого коробка. Хорошо. Вау. Вау. Какой он длинный. Как думаешь, твой подарок от Деда Мороза? Да. Не, ну если он его оставил под ёлкой, значит это точно от Деда Мороза. Ой, какой он тяжёлый. Давай открывать, смотреть, что там. Не открывай, я, наверное, сверху. Волнительный момент. Сейчас узнаем, что в этом коробочке. Так, невозможно узнавать тут какой-то пушко-коробок. Потому что это рисунка. Он Дед Мороз запечатал. Так, непонятненько. Сейчас я... Давай, тебе помочь убрать бумагу? Да. Коробок такой большой, мы не можем справиться с ним. Ну. Так, где его открывать? Наверное, отсюда. А ну, доставай. Ого, что-то такое длинное. Это что? И что это? Понятия не имею. Доставай с пакета, будем смотреть. У тебя уже есть какое-то предположение, что это может быть? Никакого. А мне кажется, что это гладильная доска. Только нет верха. Наверное, Дед Мороз думает, что тебе уже пора гладить полным ходом. И решил подарить тебе гладильную доску. Нет, это, наверное, не мой подарок. А чей мой, думаешь? Ребят, а вы как думаете, что это такое? Длинная, черная палка какая-то. Ты расстроилась? Ну, подумай. Может быть, ты это именно и хотела? Нет. Ну, что это? Тут я открыла? Это что? Мне сказали, как она уже открыла. Вау! Это уже интереснее. Смотри, может, это конструктор какой-то? Вот это подарок. Вот. Я вообще на месте не делаю. Слушай, может быть, это какой-то тренажер? Ты же у нас как бы танцами, спортом занимаешься. Может, он на лестницу вошел? Ну, что это? Здесь вот есть такой фиксатор. Мы зафиксировали. А ну, становись рядышком. Крестик. Крестик? В общем, Ярославе на Новый год подарили крестик. Зайка, а ты под елкой везде хорошо смотрела? Ничего больше нет? Не знаю. Ну, так посмотри. Может, там еще что-то есть? А-а-а! Смотри! Это просто что-то! Оказывается, что это еще не все? Ага! Смотрите, ребята, какой огромный коробок Ярослава тащит. А ну, стань возле него. Смотри, он почти таким же ростом, как и ты. У меня уже одно предположение, что там есть кошка с переодевочкой. Да это мы уже слышали. Ну, давай посмотрим. Давай. Ничего себе кошка, конечно. Это какой-то великан, а не кошка. Синтезатор. Синтезатор. Откуда ты узнала, что это синтезатор? Синтезатор. 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 Точно, Ярослава. Ну, так может быть, это только коробок? А в коробке что-то другое? Ну, если там только синтезатор. Ну, если там есть, правда, синтезатор, тогда понятно, для чего нам вот эта вот палка нужна. Для синтезатора. Ну, это совсем не кошка, зайка. Это музыкальный инструмент. Вот он будет учиться теперь. Не знаю, вот как. Надо учиться еще играть. Открываем. Так, все хорошо загнутано, чтобы не побился. Вот синтезатор. Вау, у него даже есть этот. Инструкция, наверное, да? Да. Ну, все-таки это не кошка. Но ты не расстроена? Нет. Нет? Синтезатор кошки лучше. Так, ладно, его нормально вытащить, чтобы он не побился. Да не побьется. Ты его ложи и снимай с него вот эту вот штучку. Подожди, подожди. Ребята, Ярослава у нас на планшете скачала такую игру и постоянно играла там на пианино. Я не знаю, играете вы в такие игры или нет. Если играете, то пишите в комментариях. И Дед Мороз, наверное, увидел это и решил подарить ей настоящий музыкальный инструмент, чтобы она училась играть. Я так думаю. Ты знаешь, что это ты за пластину достала? Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы ставить сюда ноты. Нет, я его не с того боку перевернула. Да ничего страшного, доставай. Мы потом его перевернем. Он должен быть легким, да? Он очень шумный, легкий, мама. Ой, как хорошо его было. Вот такой вот Ярослава достала подарок с под елки. Давай мы поставим тебе его на подножку на эту и попробуем его включить. Давай. Мы уже поставили его на подножку, собрали все, как должно быть. Попробуем теперь включить. Оранжевый загорелся. Так что там делать? Загорелся вот такой вот мини-экранчик. Видишь, ноты нарисованы? Смотри. Вау, ноты. Дорой мини-фасоль, осень. Смотри, Ярослава, он полностью там русифицирован. Все написано на русском. Вот эти вот все кнопочки. Ты умеешь читать, поэтому можешь читать и понимать, что ты будешь нажимать. Такая вот тут непонятно, как они называются. Там есть еще такая крутилочка, это громкость. Попробуй громкости добавить и попробуй что-нибудь там сыграть. Какую сторону добавлять? Ну нажимай на клавишу, ты будешь слышать. Вот, появился громче, значит. Куда ты крутила? Еще громче. Это вся громкость? У меня просто полночка училась, что вот оно идет до, ре, ми, фа, сол, ля, си, до. И потом еще раз, до, ре, ми, фа, сол, ля, си, до. Идет вот эта вот полночка, это до, ре, ми, фа, сол, ля, си, до. И вот эта вот. Это октава называется. Ну попробуй что-нибудь нам сыграть. Ну у меня просто не очень хорошо получается. Ну конечно у тебя не очень хорошо получается. Первый раз в руках инструмент такой. Здесь так много кнопок. Так интересно. Друзья, я обязательно научусь играть и что-нибудь вам сыграю. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра. И не забудьте поделиться со мной, что же вам Дед Мороз подарил на Новый Год. И напишите это в комментариях. С Новым Годом! Пока-пока!